Девушки отдыхают 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 Что хотят Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают видом, и он решил выполнить свою первоначальную миссию. Инженеры рассматривали людей как ошибку и неудачный эксперимент, но встреча с ним после пробуждения доказала это еще раз. Кроме того, когда инженер замечает, что люди эволюционировали намного больше, но теперь они способны создавать высокоразвитых андроидов и путешествовать к далеким звездам, он решает их истребить. Технологический прогресс сделал людей еще более бастает для себя инженером и, возможно, других видов. Не важно, что Дэвид сказал от жреха, он все равно собрался убить человека. Он только что очнулся ангиберстанину, и тут видит перед собой эти подоедливые маленькие подпись с большими амбицией. Сценарист признался, что фильм изначально включал в себя субтитры в этой сцене, потому что еще нужно включать в них фильм. Директор картина сказал, что выйдет диск с фильма «Прометей», где будут включены в себя 20 минут удаленных сцен. Так что, надеюсь, мы увидим расширенную версию фильма и разговор Дэвиду и инженера с субтитрами. Что вы думаете по этому поводу? Ну, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до скорых встреч! Давайте сегодня разберемся, что Дэвид сказал инженеру в «Прометее». Вышел в свет еще один интересный факт из научно-фантастического фильма «Прометей», о котором люди до сих пор спорят. Недавно мы получили любезно предоставленные закулисные съемки инопланетянина и несколько отрывков, которые раскрывают последовательность создания Ридли Скотта триллера «Прометее». Вы прекрасно помните ключевую сцену в конце «Прометее», в которой Дэвид, очень старый Питер Вейланд, Элизабет и несколько головорезов решили, что это хорошая идея разбудить последнего уцелевшего инженера. Он выходит из гиперсна, Дэвид что-то ему говорит на его инженерном языке, после этого инженер начинает рвать всех на куски. Большинство людей подумали, что Дэвид сказал что-то невероятно обидное, что вызвало ярость инженера. Учитывая, что Дэвид не ценит человеческую жизнь, многие люди так и думали, но на самом деле это не так. И на удивление Дэвид спросил, что хотел Вейланд. Итак, давайте перейдем к переводу. Дэвид беседует с инженером в протоиндоевропейском древнем языке, предком индоевропейских языков, таких как испанский, английский, немецкий, болгарский и другие. Вероятно, это один из древних диалектов в истории человечества. И если вы помните, в начале «Прометее» Дэвид учит языки с голографическим наставником. Диалог между Дэвидом и инженером показан без субтитров. Доктор Анил Билто, работающий в языковом центре в Лондоне, была в качестве лингвиста в составе съемочной группы фильма и дала интервью. Инженер выходит из кривой системы и отвечает, зачем ты здесь? Затем Вейланд спрашивает, что он сказал. И шоу прерывает разговор, пытаясь спросить о Грузии и какова была их миссия. Но парень ударил ее. Затем Дэвид говорит именно то, что хотел Вейланд. Этот человек здесь, потому что он не хочет умирать. Он считает, что вы можете подарить ему бессмертие. На что инженер ответил ему, что этот человек сделал такого великого, чтобы получить больше жизни. И тут Вейланд вступает в разговор, говоря, ты видишь этого человека? Указывая на Дэвид. Моя компания построила его из ничего. Я сделал его по своему образу, чтобы он был совершенным. Поэтому он никогда не умрет. Я заслуживаю этого, потому что мы с тобой создатели. Мы боги. И боги никогда не умирают. Вскоре после этого инженер отрывает голову Дэвида. Последняя интересная деталь, о которой я хочу упомянуть, состоит в том, что возможно инженер видел, как один из людей Вейланда ударил шоу. И он понял, что даже после 2000 года человечество не изменилось. И все еще является жестким и опасным видом. И он решил выполнить свою первоначальную миссию. Инженеры рассматривали людей как ошибку и неудачный эксперимент. И встреча с ним после пробуждения доказала это еще раз. Кроме того, когда инженер замечает, что люди эволюционировали намного больше, и теперь они способны создавать высокоразвитых андроидов и путешествовать к далеким звездам, он решает их истребить. Технологический прогресс сделал людей еще более опасными для себя, инженеров и возможно других видов. Не важно, что Дэвид сказал инженеру, он все равно собирался убить человека. Он только что очнулся от гиперсна и тут видит перед собой этих надоедливых маленьких отпусков с большими амбициями. Сценарист признался, что фильм изначально включал в себя субтитры в этой сцене, но Скотт еще нужно включать их в фильм. Директор картины сказал, что выйдет диск с фильмом Прометей, где будут включены в себя 20 минут удаленных сцен. Так что надеюсь мы увидим расширенную версию фильма и разговор Дэвида и инженера с субтитрами. Что вы думаете по этому поводу? Ну а на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok